Всем привет, друзья! С вами Аверпер Геймс и сегодня мы с вами посмотрим просто сумасшедший бой в исполнении игрока с ником Сергей Будаш. В общем-то, как вы уже видите, играет он на Леопарде первом на десяточке, супер жесткой ДПМ-нейшей, но при этом очень-очень картонной десятке. Да, друзья, вот такой вот танчик и мы видим Хомяк. Хомяк приехал и непонятно, что вытворяет. На 327 удалось по нему закинуть. Конечно, хотелось бы еще, но Хомяк, судя по всему, выманивает наших СТ-водов на свою ПТ, ведь в команде противников есть Ягдтигр. Это тоже довольно-таки опасная ПТ, очень ДПМ-ная хреновина, которая может так накидывать жестко, что мало не покажется. И, ребятки, странно, что она не простреливает пока ни по кому. Ну, в общем, нужно что-то делать. 54-ка уже не выдержал и поехал упарываться. Ну, прокатился он пока без проблем, но вот наш герой подставляется. И довольно-таки странно, что по нему здесь никто не стреляет. В общем-то, что здесь делать? Наш герой принимает решение поехать в Хомяка, пока там 54-ка его на себя заагрила. Нужно в него вливать свой просто сумасшедший ДПМ. И Хомяк вроде бы как уже отстрелялся, задрал дуло. Вот, конечно, ну, не знаю, частенько я вижу такое, что когда противник или же союзник, видя свою беспомощность, задирает дуло кверху, тем самым, наверное, показывает, что я сдаюсь, не стреляйте. Но это не прокатывает. Продолжают стрелять, ребятки, ведь все дрочат на домашку в этой игре, на статистику, как бы то ни было. И вот, кстати, хотел бы от себя отметить, друзья, вы только посмотрите, как быстро передвигается Леопард. Это просто какой-то метеор. В общем, друзья, счет 2-1. И смотрите, мы видим, что наш ИС-8 АФКшит стоит. И что здесь делать? Наш герой принял решение поехать в город и пострелять по тяжам противников. Но при этом нужно быть крайне осторожным, ведь Леопард 99% случая впитывает в себя все снаряды, будь то фугасы или ББшки. И поэтому здесь, в городе, нужно пострелять и, наверное, куда-то уматывать. Тут еще ИС-8, все тот же самый, бедняга. На 401 получил по себе, блин. Ну, конечно, ИС-8, как сонная муха. И пока ветер без камней, наш герой решает уматывать отсюда. Пока все внимание приковано к нашему АФКшному ИС-8, нужно куда-то переезжать. И, естественно, лучшим местом для такого картонного и динамичного танка является поле. Такое, знаете, здесь можно разгуляться, раскататься. И что мы здесь видим? Вражеский Маус, имея такую огромную броню, просто упарывается. Выезжает в чистое поле. И как нельзя кстати, вот как раз аккурат по таймингам выкатился тогда, когда наш герой решил укатиться с поля. Да, это, конечно, небывалое везение. И еще везение заключается в том, что этот Маус просто невиданный доселе рак. Ну, разве так можно упарываться на таком огромном, крепком и медленном танке в какую-то 54-ку? Да зачем она ему вообще нужна была? Да уж. В общем, сзади еще Ягдтигр подъехал. И он мог бы уже пару раз, как мне кажется, дать фугасам в корму Леопарду. Но он почему-то этого не сделал. И он так же, как и Маус, агрится именно в 54-ку. И мне вообще кажется, что у ботов какой-то ивент именно на эту 54-очку. Не знаю, может быть в прошлой катке она там им чем-то насолила. Ну, не знаю. В общем, напишите вообще в комментариях, как вы считаете, почему они упарывались именно в нее. И что она им могла сделать. Ну, чисто гипотетически. В общем, вот так вот, друзья. И на лоу ХП 54-ка продолжает все еще как-то выживать. Но ситуация не самая простая. Ведь мы видим, что по очкам превосходства полностью лидирует команда красных. Да и по количеству стволов они тоже впереди. И что здесь делать, не совсем понятно. Куда-то уезжать, пытаться захватить точки, заформить. Конечно, как вариант. Но это не про нашего героя. Он привык упарываться в Талова. Против троих так против троих, черт возьми. И смотрите, мы видим, что Хэви отстрелял два снаряда. И у него больше нет в барабане ничего. Поэтому он пятится назад. Это дало возможность его забрать. Тут целый конвейер. Смотрите, ИС-7. За ним ИС-8. ИС-8, благо, промазал. И удается его добрать. Остается наш герой один на один с ИС-7. ИС-7 практически фуловый. И здесь уже не все так хорошо, как хотелось бы. Ведь ИС-7 буквально с одного фугаса может добрать нашего леопардика. Но, друзья, вы только посмотрите, что происходит. Это просто что-то невероятное. Блин, этот ИС-7 не умеет доворачивать корпусом вслед за противником. Он крутит только башни. Может ехать вперед и назад. Не более того. Потому что у ботов нет такой программы, как доворачивать корпус. Блин, ну это что-то... Я даже не знаю, друзья, как это назвать. В общем, вот такой вот бой на 9000 урона. И кто бы что ни говорил, друзья, это очень большой урон. И учитывайте то, что в команде нашего героя также были боты. Вот мы видим два нуля в его команде. И вообще напишите, что думаете по поводу этого сражения. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока.